всем привет дорогие друзья покажу вам сейчас обзор фау первый раз мне такое в руки попадает очень красивая особенная вот для всех фанатов которые это лампа фобией болеют вот интересно будет значит вот такой фотоэлектронный умножитель называется он фау 84 третий месяц 79 год выпуска это значок наверное завода я не знаю эта точка еще что-то значит серийный номер обратите не просто написан сверху а он внутри под стеклом прозрачным колбе и здесь прорезь сделано в покрытие черном наружной краски и вот так красиво смотрится как в иллюминаторе 4237 серийный номер такого я еще не видела очень красиво сделано качество тоже смотрите 79 год как сохранилась краска вот значок ромбик 10 значит что для оборонки делалось по моему так как на счетчиках избем 20 стс 5 вот они кстати тоже ромбики значит для оборонки и вот и к 27 это переводится обязательно технический контроль прошло вот такое обалденное попало мне в руки буду его подключать тестировать покажу позже вам результаты когда будет у меня время смотрите сколько динодов контактов тоже здесь идеальное состояние на состояние краски обратите внимание матовая вся 79 года как сохранилась и аппендикс вот этот целенький нет никаких сколов ничего даже краска не облезла вообще в идеале такая новая фау мне еще по моему даже не попадалось что в таком классном состоянии смотрите внутри какая она выключил вспышку цветом цвет такой как должен быть идеальное состояние без царапин без потертостей поверхность идеальная для спектрометрии то что нужно нужно еще по по характеристикам посмотреть какие у нее параметры подходит ли она для гамма-бета спектрометра вот цвет такой насыщенный календуловый цвет внутри красивый да это значит что не было разгерметизации и все в порядке включу еще вспышкой покажу вам внутри ставьте качество настройках ютуба побольше если вам плохо видно снимаю 4к кстати когда выключена фау то можно можно внутрь светить вот так вот вспышкой это неправда то что они ломаются либо портится но сильно слишком свет слишком сильным светом нельзя светить но вот так вот можно я много раз светил потом подключал и использовал гамма спектрометрах фау и все с ним отлично но когда она подключена под напряжением то нельзя внутрь светить светом иначе она сразу но не сразу выйдет из строя вот внутри еще увеличиваем покажу вот смотрите какая сеточка здесь вон на пружинках в воздухе такая чашечка висит видите необычно и с этой стороны тоже видите такой как локатор вот она сфокусирую интересно для чего она используется я не знаю пока эта чашечка в воздухе подвешено и по краям зеркальная есть поверхность чуть-чуть вокруг вот вот так и видно вот вокруг миллиметра или два теперь размеры посмотрим этого файла сейчас так самый важный диаметр общий диаметр файл сейчас скажу вам 3 сантиметра и 2 миллиметра это общий диаметр 3 сантиметра и 3 миллиметра точнее да а именно входного окна прозрачного диаметр сейчас я вам точно скажу 2 сантиметра и 8 миллиметра вот так может даже 2 сантиметра и 7 миллиметров 27 миллиметров внутрь значит входного окна диаметр 27 28 где-то так мне штангеры циркуля нету линейка я вам все показываю а длиной вместе с динодами с контактами самая дальняя точка это аппендикс стеклянный 11 в общем 115 миллиметра с аппендиксом этим вот этим стеклянным 115 без поди ноды вот тут то два миллиметра вот такой файл 84 показал вам характеристики есть в интернете пишите фа 84 и там есть фото паспорта все полностью все друзья всем пока